Такой, молодец! Нервы! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся на фестивале Блюз Веранди и разговариваем с главным редактором разговариваем с главным редактором журнала и портала Jazz.ru, Кирилл Машков. Кирилл, здравствуйте! Добрый день! Сегодня вот только что была пресс-конференция можно сказать о проблеме джаза в России в принципе в целом вы затрагивали и непосредственно в регионах Расскажите сейчас на данный момент за прошествие скольки? 90... 95 лет истории джаза сейчас в нашей стране это исчисляется с 1 октября 1922 года когда в Москве состоялся самый первый задокументированный джазовый концерт И сейчас на данный момент как вообще поменялось отношение джаза? Если в Советском Союзе была всем известная поговорка Максима Горького от которой сейчас Игорь Бутман говорит пожалуйста давайте от нее открещиваться что сегодня ты играешь в джаз а завтра родину продашь Ну во-первых это не Горький сказал это было написано в журнале Крокодил в 49-м году был такой печальный период в истории джаза в нашей стране который самый популярный джазовый певец Советского Союза Леонид Осипович Утесов с присущим ему легким одесским юмором назвал эпоху разгибания саксофонов это вот с 46-го примерно по 54-55-й год это такой трагический разрыв в истории отечественного джаза потому что поколение музыкантов которое было до этого и поколение музыкантов которое пришло после этого в джаз они между собой очень мало общались общались, но мало и практически как бы сказать творческого воздействия друг на друга не оказывали уже поэтому мы можем говорить что у нас история джаза начиналась два раза в 22-м году а потом уже где-то в 57-м когда начали играть музыканты некоторые из которых до сих пор еще на сцене скажем Алексей Козлов саксофонист или скажем саксофонист Алексей Зубов который правда последние 35 лет живет в Лос-Анджелесе но в 70-е годы был саксофонистом номер один в Советском Союзе вот они в 57-м году дебютировали ну и давайте немножко вас спрошу вот я читал вашу книгу о российском джазе то есть в двух томах и там везде прослеживается такая интересная не знаю как тема не тема что очень много в джаз у нас приходило людей которые занимаются физикой и математикой почему это так сложилось? здесь две причины первая причина у нас преподавали в системе музыкального образования преподавали только классическую музыку причем классическую музыку понимаем очень узко современную академическую музыку у нас не преподавали вплоть до 60-70-х годов и до сих пор в системе наших скажем консерваторий современная академическая музыка это ну Хиндемид Пауль Хиндемид а Пауль Хиндемид умер в 60-каком-то там году да то есть вот музыка которой сейчас 50-60 лет она для них еще очень слишком современная то есть у нас была очень консервативная система музыкального образования и если ты тогда в 50-е годы и даже еще в начале 60-х годов обучаясь в музыкальном училище сказал бы в музыкальном училище у себя что ты еще когда-то там по вечерам играешь джаз тебя могли просто отчислить и даже не потому что джаз это музыка противника идеологического это американская музыка нет не поэтому а потому что считалось что джаз испортит молодому музыканту вкус технику игры и вообще все на свете и соответственно молодой музыкант уже потерян для великого мира классической музыки хотя конечно были исключения скажем до сих пор еще выступающий в 80 с чем-то лет Герман Лукьянов один из мастодонтов нашего отечественного джаза который собственно был наверное первым оригинальным советским джазовым композитором он получил образование в консерватории как композитор и не у кого-кого а его профессором был сам Арам Хачатурян то есть в общем были отдельные моменты когда музыканты с высокой академической подготовкой все-таки попадали в джаз но в основном это были музыканты у которых в лучшем случае было несколько классов музыкальной школы брошенной когда-то там а почему у нас называлось то поколение поколением джазовых инженеров во-первых в Советском Союзе в 50-е в 60-е годы очень баловали технические специальности почему потому что нужно было ковать ракетно-ядерный щит и соответственно людям которые этот щит ковали им нужно было предоставить все даже возможность иногда слушать и даже играть джаз ну фиг с ними пусть они там поиграют на своих саксофонах зато они будут хорошо качественно ковать ракетно-ядерный щит ну то есть получается они просто разгружались да и многое прощалось поэтому одним из центров развития джаза в нашей стране например в 70-е годы был академгородок в Новосибирске это новосибирское отделение академии наук СССР такое закрытое образование где были академические институты было много молодых образованных ученых и там проходили даже в 78-м году состоялся симпозиум по джазу там изучали джазовую теорию там в общем это было такое серьезное серьезная заявка на то чтобы джаз воспринимался как часть мировой культуры высокой культуры и очень символично и симптоматично что в нашей стране это происходило через академические институты достаточно сказать что наш первопроходец джазообразования Юрий Козырев который первым в нашей стране выдвинул тезис что научить импровизировать можно любого он был доктор физико-математических наук и преподавал в Московском инженерно-физическом институте и собственно его знаменитая студия Москворечия из которой впоследствии в 60-е и 70-е годы вышло множество передовых джазовых музыкантов она начиналась под названием школа джаза Московского инженерно-физического института что в Московском инженерно-физическом институте нечем было людям заниматься конечно они там ковали ракетный ядерный щит но было понимание того что для того чтобы качественно ковать этот самый щит людям еще нужно что-то иметь помимо непосредственно работы чем всегда считалось что отличается советский специалист от американского специалиста американский специалист очень узкий он знает свою специальность и собственно это все да у него может быть какое-то хобби собирание мотоциклов например если это старый американский мотоцикл так совсем хорошо но это не обязательно а советский специалист считал что он и не специалист даже если у него нет широкого кругозора эстетического в том числе если он не ходит в театр не смотрит новые фильмы и причем не боевики кассовые а артхаус так сказать если он например не занимается какой-то музыкой например джазом тогда можно вас спросить как вы пришли к джазу если же получается тоже советской советского ну я немножко помладше мне всего 50 то есть я да мне было 20 сколько 20 стоп сколько мне было когда закончился советский союз 23 года я окончил факультет не окончил диплом у меня нет я учился на факультете журналистики московского государственного университета по специальности телевидение радиовещание при этом я с 16 лет играл в рок-группе на бас-гитаре и продолжал это делать пока мне не исполнилось 30 как говорил я играл 10 лет профессионально то есть за деньги музыкальное образование у меня при этом нет я самоучка то есть я мажора минора это все изучал самостоятельно потому что все таки для игры на бас-гитаре нужно какие-то основы знать базовые рудиментарные но надо знать надо по крайней мере понимать как там что за что цепляется и как там вот эти вот колесики тикают музыке что очень помогло а с моя которая к музыке никакого отношения не имеет за исключением того что она в ранней молодости входила в такую стиляжью компанию в москве отвела меня в драматический театр имени станиславского на спектакль под названием взрослая дочь молодого человека поставлена поставлен этот спектакль был по пьесе которая называлась дочь стиляги то есть у нее видимо что-то такое ностальгическое там шевелилось про ее собственную молодость там были заняты прекрасные актеры альберт филозов александр филипенко многие другие но не это было важно важно было при том что там не было живой музыки там звучали фрагменты джазовых пластинок под которые эти старички тогда уже люди около 50 лет как я сейчас они пытались тряхнуть молодость они пытались что-то там такое станцевать как они в молодости что-то такое танцевали фокстроты нет стилем то есть джеттербак джеттербак в истории танца это вообще-то это джеттербак но этого слова у нас не было у нас называлось стилем танцевать вот и для меня открылся какой-то незнакомый мне мир что оказывается было еще что-то вот такое это было какая-то была какая-то субкультура со своей жизнью со своими святыми потому что они как о святых говорили о музыкантах гленн миллер для не произносили эти имена которые мне ничего еще тогда не говорили поэтому в то время когда мои одноклассники слушали аббу и бунием я слушал луи армстронга и дэйва брубека с интересом и с восторгом впитывая все это как говорят что интерес к музыке у нас закладывается до 17 лет что я слушал до 17 лет луи армстронга дюка эллингтона дэйва брубека секс пистолс роллинг стоунс и the beatles вот это все вместе у меня так вот и в общем на всю жизнь осталось когда вы поняли что вот вы готовы создать портал джазру а я этого до сих пор не понял вот уже 20 лет он будет в этом году а я этого до сих пор не понимаю на самом деле получилось так я работал в это называлось информационное агентство интермедиа в то время когда еще не было интернета или во всяком случае свободный доступ к интернету для всех было информационное агентство которое из зачатков интернета получала различные новости о музыке и кино и продавала эти новости редакциям потому что редакции по всей стране не могли представьте себе областную газету да они не могут писать и про голливуд и про то что там в лос-анджелес происходит и какие там в европе музыканты выступают а тут есть агентство на которое можно подписаться и по нему приходит хорошо качественно написанные новости про всяких известных музыкантов про актеров и так далее в общем какое-то время это агентство жил припеваючи я там работал называлась редактор группы джаза группа джаза состоял из меня одного я занимался тем что формировал эту ленту джазовых новостей как вы искали новости я приходил в какое там утреннее время в редакцию включал компьютер dx 486 еще до пентиум на эпоха там еще был была операционная систему windows 95 потом включался модем он издавал характерный звук джинь джинь подключался к интернету и дальше к миру на и дальше по строчке по картиночке по пикселю загружались какие-то веб страницы на которые я смотрел читал что-то переводил кроме того у меня была наработанная уже сеть контактов до этого я несколько лет проработал на радиостанции где вел в прямом эфире каждую неделю живой джазовый концерт там была маленькая концертная студия буквально вмещалась пять-шесть музыкантов через стекло буквально от нашей эфирной студии оттуда кидался серию сигнал и где-то вот квартет квинтет сексет могли играть в живом эфире и за три года что я там проработал у меня весь московский джазовый мирок оказался мои записной книжки потому что конечно мы не могли платить им за эти выступления но мы им делали запись их выступления на цифровую дат кассету по тем временам это было дико круто и модно и конечно никому был не лишний возможность бесплатно записать демо ленту весьма убедить сейчас они к вам и поиграть пришли в эфир и получали да пообщаться с публикой да мы выводили звонки в эфир был такой нерв живого эфира потому что люди тут же вот перерыве между пьесами сдавали какие-то вопросы они отвечали иногда потом после выступления коллектив весь переходил в эфирную студию мы еще большие интервью устраивали звался на московский свинг вот этот московский свинг проработал больше двух лет и за два года у меня практически вся московская джазовая сцена оказалась в моей записной книжке я этих всех людей обзванивал спрашивал какие у них новости что они записывают куда поедут выступать у меня были ньюсмейкеры как вы знаете в информационном агентстве там ньюсмейкеры первой категории ньюсмейкеры второй категории это те кому надо звонить соответственно раз в неделю или раз в месяц а ньюсмейкеры третьей категории которые можно вообще не звонить они сами позвонят то есть ну те про кого можно писать только когда у них реально что-то на самом деле происходит и вот благодаря этому я в общем как-то был в курсе того что происходит на российской джазовой сцене и вдруг мне написал молодой человек моего возраста по имени пётр ганушкин и говорит у меня сайт jazz.ru мне очень нужен контент редактор я слово контент еще не знал полез в справочники убедился что это все на все означает содержание то есть мне предстоит в общем создать интернет средства массовой информации на базе сайта jazz.ru который на тот момент представлял себе странное скопище разрозненных сведений о джазе на русском языке но дело в том что пётр очень рано еще в девяносто шестом году занял этот домен jazz.ru который сейчас конечно стоил бы гигантских денег а тогда стоило трон столько сколько его нужно было заплатить чтобы зарегистрировать и два года мы с петром этот сайт развивали именно как онлайн средства массовой информации тогда это было очень модно девяносто восьмой девяносто девятый годы мало того мы умудрились прямо с колес тут же в начале этого дела продать этот проект одной фирме которая занималась тем что у них был у них была фирма грамзаписи у них был джазовый фестиваль и еще они хотели заниматься джазом в интернете не были иллюзии что это всем очень нужно и заработает страшное количество денег ну иллюзии в общем когда-то развеялись но факт что шесть лет на этой фирме проработал этот проект jazz.ru пётр уехал из россии потому что по основной специальности он математик ему предложили хорошую работу по созданию алгоритмов веб-девелопмента не будем это погружаться это очень странные слова которые я до сих пор с большим трудом произношу в общем он уехал сначала в прагу а потом соединенные штаты америки и он уже в нью-йорке живет больше 20 лет в результате и вот ровно 20 лет но меня он оставил как бы на хозяйстве я изначально был редактором этого дела это была не моя идея меня просто попросили этим заняться выяснилось что это дико интересно и в принципе это ощущение не теряю спустя 20 лет джазру сейчас сейчас онлайн средства информации как и в самом начале у нас был период когда мы были также и бумажным журналом выпускали 9 лет но вопрос даже не в том что это дорого это даже не так дорого а вопрос в том что во первых очень тяжело потому что бумага она тяжелая а поскольку экономия приходилось на всем в частности на грузчиках мне как-то не очень нравилось разгружать 3000 экземпляров журнала с машины потом выгружать это оптовым распространителем но это на самом деле это шутка а самое сложное в том что там был штучный коллектив который подбирался буквально по одному человеку мы все прошли через чат при джазру в 99 2004 годах и вот в этом чате где одновременно находилась там 10 15 20 человек постепенно сложился коллектив из 4 5 человек который стоп собственно стала редакцией джазру ну постепенно люди выросли а поскольку у нас был скажем так я еще какое-нибудь аккуратное слово в общем у нас девушки тоже девушка у нас была рома половина эти девушки вышли замуж и родили а я не могу сказать еще бросайте это дело и садитесь работать опять вот поскольку у них уже и по второму ребенка родилось соответственно так он потеряли заместитель главного редактора которая числится заместитель и почти уже не работает и потеряли главного дизайнера который делал обложки верстку а таких людей с рынка просто так вот не наймешь вот поэтому в общем совокупность всех этих причин людей потому что издание бумажного журнала она дорогая да мы покрывали это издание за счет доход под рекламу размещение рекламы покрывало эти расходы но когда усилий которые были связаны с продажей этой рекламы и соответственно издание бумажного журнала не стало выяснилось что так намного проще конечно спрос еще есть есть масса людей которому хочется держать что-то в руках какой-то настоящий предмет оставить что-то на полку чтобы там были большие цветные картинки все таки это не сравнится с интернетом интернет с другой стороны сейчас в наше время такое количество новых возможностей представляет теперь можно не просто написать репортаж фестиваля опубликовать мы можем в этот репортаж вставить фото видео аудио обратную связь распространить это по всем нашим социальным сетям у нас есть страница фейсбук и страница вконтакте страница в одноклассниках и там 40 с лишним тысяч человек наших подписчиков разве это можно сравнить с теми 400 подписчиков которые были у бумажного журнала в приложении не хотите делать хотим мы хотим сделать ежегодный ай монах в котором все выпуски которых нет там будет самое интересное событие на интересный интервью потому что практика показала что люди очень хотят читать интервью с музыкантами им это интересно и важно что думают музыканты нам это важно как там это важно читать говорит вот на этом мы хотим Но пока, я не могу сказать, что даже в этом году, в 18-м, мы уже выпустим такую модель. Хотелось бы, но пока еще не знаю, сколько. Ну и я хотел еще, может быть, пару вопросов вам задать. Сейчас у нас в стране очень хорошо развивается YouTube, да, и вместе с ним блогинг. Вы отслеживаете, то есть, блогеров, которые занимаются, может быть, джазом или сами носят их вклад? И вообще, как он развивается, джазовый блогинг в России? Здесь два момента. Во-первых, джаз требует концентрации, и концентрации именно на музыке. Поэтому мы, когда создавали свой YouTube-канал, канал-журнал Jazz.ru, мы сконцентрировались на том, чтобы там представлять именно музыку. Начинали мы с того, чтобы просто выкладывали туда снятые одной камеры репортажные съемки, одна камера, один микрофон, звук не всегда, скажем так, выдающийся. Но это честно, это то, что мы увидели на концерте. Это шло как приложение к нашему, к онлайн-версии нашего издания. Но в то же время я обнаружил, что некоторые из съемок этого канала имеют определенную ценность, и не только как приложение. Потому что там есть некоторые ролики, ну, например, выступление певца Олега Акуратова в трио с американской контрабасисткой Кэйти Дэвис и с американским молодым барабанчиком. Олег Акуратов там еще совсем молоденький, незрячий, выдающийся пианист, выдающийся певец. Они там настолько здорово сыграли и спели, что сейчас у этого ролика уже несколько десятков тысяч просмотров. Или, скажем, выступление Игоря Бутмана, как приглашенного солиста, с биг-бендом швейцарской армии. Где он играет невероятное совершенно геркулесовское соло, невероятной мощи, красоты и силы, и весь оркестр, а это штатники, солдаты срочной службы швейцарской армии, которые, вместо того, чтобы маршировать, они играют в оркестр. Ну, как-то, в принципе, в нашей армии тоже происходит. Они на него смотрят такими влюбленными глазами, что даже самый неподготовленный зритель понимает, что он видит, как играет великий музыкант. Ну, и еще несколько роликов, которые имеют несколько десятков тысяч просмотров. В среднем, конечно, просматриваемся такого рода роликов пониже, ну, несколько сотен. Но мы и не делаем упор именно на канал в Ютьюбе, как на основной канал распространения информации, но он для нас, конечно, важен. Блогинг, с блогингом по джазу, вообще говоря, я не очень знаком. Потому что то, что происходит в области джаза в Ютьюбе, это в основном, опять-таки, распространение музыки. И это самое важное. Образовательный рабочий контент. Это самое важное, потому что джаз, это все-таки, в первую очередь, сама музыка. Это не то, кто во что был одет, не то, кто что подумал. Это важно. Мы публикуем, скажем, интервью с музыкантами, в том числе и на видеоканале. Но это не первоочередное. Первоочередное — это те ноты, которые они сыграли. Потому что музыка — абстрактное искусство. Музыка не рассказывает ничего. Знаете, когда приходят молодые музыкальные журналисты в редакции, им почему-то кажется, что писать о музыке — это пересказывать тексты песен. У них как-то складывается такое впечатление, что музыка — это и есть тексты песен, а больше ничего. А на самом деле джаз в основном музыка инструментальная. Там текстов песен как таковых нет. Мне кажется, это больше абстрактная музыка. Вот. Это вообще абстрактное искусство. И вот это абстрактное искусство при этом обладает какой-то властью над людьми. Оно может передавать какие-то эмоции. Есть, знаете, знаменитая древнегреческая легенда, как... Нет, простите, соврал. Не древнегреческая. Это из средних века Европы. Один из германских королей раннего средневековья решил проверить, действительно ли музыка обладает властью над людьми. Он призвал к себе знаменитого барда, который играл на арфе, и велел всем присутствующим в зале сдать оружие. Это оружие унесли и закрыли за дверью. Барт начал играть сначала что-то лирическое, потом что-то побуждающее каким-то действием, потом что-то агрессивное. И тут король сам пришел в такой ажиотаж, что лично выбил эту дверь, схватил меч и убил четверых своих подданных. Не дай бог, конечно, но музыка на самом деле имеет власть над людьми. И джаз как самое требовательное к музыкальному мастерству, как самое сложное, в общем-то, направление музыкального искусства, которое требует абсолютной отдачи и от исполнителя, и от слушателя. Джаз, конечно, этой властью обладает. Не только, так сказать, традиционный, ностальгический, гладящее сердце, приятный, комфортный джаз, но и современные направления, которые могут возбуждать какие-то более сложные чувства или, может быть, такие чувства, которые человек еще сам не в состоянии для себя определить. Но что они их возбуждают, это совершенно точно. Ну и давайте, наверное, последний, или как говорят, крайний вопрос. В этом, 30 апреля, да, то есть Россию признали, если не вру, да, 18-го года, признали Россию джазом, все-таки признали джазовой страной. Ну, Россию, в общем, никто не отрицал, что в России есть джазовое направление в нашей культуре. Но 30 апреля 18-го года в Санкт-Петербурге состоялось международное празднование, глобальное празднование Международного дня джаза. Каждый год это происходит в каком-то новом городе. Раньше это были города с традиционно большой джазовой жизнью. Париж, Нью-Йорк, потом этот ряд разбавили Стамбул, Гавана, Осака, а теперь Санкт-Петербург. И когда весь джазовый генералитет, все выдающиеся джазовые исполнители, 30 апреля приехали в Санкт-Петербург, и там состоялся вот этот самый глобальный джазовый концерт в честь Международного дня джаза ЮНЕСКО, который транслировался на весь мир, выяснилось, что нам реально есть что показать. Это даст толчок новому поколению? Безусловно, безусловно и уже дает. Но хотя бы то, что в первой половине концерта играл московский джаз-оркестр Игоря Бутмана, где очень много молодых солистов, очень мощно, то, что наши некоторые звезды советского джаза, прежних поколений, тоже участвовали в концерте, и все это шло, скажем так, на одном творческом уровне, все эти люди разговаривали на равных, на одном музыкальном языке, это, в общем, отвечает на традиционный, классический, главный вопрос отечественного джаза, который формулировался всегда так. Нет, главный вопрос был, нам заплатят или не заплатят. И постепенно выяснилось, что да, иногда платят. Раньше в советское время этот же главный вопрос формулировался как, нас посадят или не посадят. Ну, выяснилось, что сажать за джаз уже, значит, никого теперь не будут. А вот основной вопрос, есть главный вопрос, а есть основной вопрос. Основной вопрос такой, мы можем, как американцы? И вот теперь выясняется, что да, можем. Теперь нам предстоит ответить на еще более основной вопрос. Если можем, то зачем? Спасибо вам, Кирилл, большое за интервью. Удачи вам в своей работе.